В соответствии с утвержденным графиком Советственного Центра по контролю и координации режима прекращения огня, за прошедшие сутки с позиции армии ДНР отведено 5 артиллерийских дивизионов и одна отдельная артиллерийская батарея. В том числе, 1 гаубичный самоходный артиллерийский дивизион выведен из населенного пункта Красный Пахарь, 4 гаубичных артиллерийских дивизиона с позиций в районе населенных пунктов Тельманово, Горловка, Донецк, Михайловка. Одна отдельная гаубичная артиллерийская батарея из Малой Орловки. Также сегодня вглубь территории республики на ранее согласованные позиции отведено более 100 единиц артиллерийских орудий Д-30 калибром 122 мм. Весь процесс отвода тяжелых вооружений армии ДНР осуществляется под контролем представителей УБСЕ и совместного центра контроля и координации. Завтра спланирован отвод еще 5 дивизионов и одной артиллерийской батареи. К сожалению, подтвержденных чем-либо, кроме слов и обещаний фактов, отвода тяжелого вооружения со стороны Украины нами или наблюдателям сегодня зафиксированы не были. По информации поступившей от подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики, сегодня в зоне их ответственности был отмечен лишь частичный вывод занимаемых позиций украинских артиллерийских вооружений. Однако он проходил, насколько известно, в отсутствии международных наблюдателей СМИ и ничем не отличается от наблюдаемой нами непрерывно на других участках плановой ротации украинских артиллерийских подразделений и переброски их на другие позиции линии соприкосновения. Это подтверждается и данными нашей разведки. Никаких команд от украинского генштаба на отвод артиллерийских систем большого калибра не было и нет. Напротив, на всех направлениях украинские силовики ведут работы по укреплению занимаемых позиций районов. Штабы подразделений ВСУ всех уровней сегодня утром получили приказ только внимательно следить за развитием ситуации. На основных магистралях территории, контролируемой украинскими войсками, зафиксировано передвижение колонн, осуществляющих подвоз снарядов и боеприпасов для крупнокалиберных артиллерийских систем. Минувшей ночью в районах населенных пунктов Широкина и Пески украинские силовики произвели замену подразделений на свежие, прибывшие из других областей Украины. Прежде чем покинуть свои позиции, сменяемые в районе Мариуполя, украинские силовики развязали интенсивный обстрел наших подразделений, расстреливая остатки своего боекомплекта. По традиции, с утра представители Киева объясняли эти обстрелы якобы участившими в боестолкновениях с подразделениями армии ДНР, в связи с чем они пока не готовы отводить тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Наше подразделение строго выполняет приказ о прекращении огня. В отличие от украинских силовиков, проводящих большую часть времени пьянств и в ожидании дальнейших приказов от командования, все усилия ДНР в настоящее время сосредоточены на скорейшем восстановлении жизнедеятельности населенных пунктов. С целью сохранения жизни и здоровья мирных жителей командования армии ДНР принято решение об открытии в населенных пунктах горячих линий, на которых жители смогут сообщать о нахождении опасных предметов. Информационные стенды с номерами телефонов установлены на входе в здание основных городских социальных учреждений. В Донецке инженерные подразделения армии ДНР приступили к ремонту подъездных путей и восстановлению движения с железнодорожного вокзала, а также расчистке основных магистралей для беспрепятственного движения городского транспорта. Также подразделение ополчения сегодня было обеспечено хранение 12 автомобильных колонн с продовольствием и гуманитарной помощью для жителей населенных пунктов, находящихся вблизи линии соприкосновения. В населенных пунктах ДНР только за прошедшие сутки ополченцам удалось восстановить 11 трансформаторных подстанций и частично восстановить работу более 50 котельных. Армия ДНР и далее продолжит оказывать всю необходимую помощь местным администрациям в проведении работ по скорейшему возвращению пострадавших районов к мирной жизни. Пострадавших от интенсивных боевых действий в Углегорске и Дебальцево инженерами подразделения армии ДНР в течение суток было обнаружено и обезврежено большое количество взрывоопасных предметов. В окрестностях Дебальского котла саперы обнаружили более 170 минометных мин калибра 82 и 120 мм, 200 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 18 противотанковых мин ТМ-62, 90 выстрелов к РПГ и более 70 кг пороха. Все взрывоопасные предметы были вывезены за пределы населенных пунктов, безопасное место обезврежено. Также сегодня из Дебальского котла на ремонтные заводы Донецкой Народной Республики были вывезены брошены украинскими войсками 9 танков, 14 БМП и БТРов, 11 артиллерийских орудий разных калибров, а также 7 автомобилей с боеприпасами. После восстановления все это вооружение поступит подразделение армии ДНР. В ходе разбора завалов Дебальцево обнаружены ранее не встречавшие нам образцы западнострелкового вооружения. Сейчас их изучают наши специалисты. По поводу аэропорта. Вы, наверное, знаете о том, что мы анонсировали мероприятие, которое хотели сегодня осуществить в Донецком аэропорту в новом терминале. Там под завалами бетонной конструкции находятся, наверное, герои Украины. И украинская сторона было отправлено письмо, чтобы они за подписью согласились о том, что в данном районе не провозились никакие стрельбы в нашем направлении. Сегодня целый день колонна МЧС прождала недалеко от аэропорта. Миссию ОБСЕ Красного Креста тоже ждали уведомления от украинской стороны, но она так и не поступила. Поэтому героев Украины нам не удалось достать. Вот так Украина чтит своих героев. Это касается, что аэропорта. Если что-то изменится за ночь, и данное письмо все-таки в подписанном виде придет, значит, мы уведомим вас об этом, и завтра эти мероприятия могут продолжиться. Мы забивали два дня основных и один день резервный. В этом время для этого пока у нас есть. Вкратце у меня все. Слушаю вопросы. Пожалуйста, вызывайте ваши СМИ и старайтесь. Пожалуйста, вопросы задайте. Пожалуйста. Сегодня было выведено более 100 единиц. То, что я зачитывал. Если посмотреть по населенным пунктам, откуда производился отвод, это начиная от южного направления Тельманова и дальше на север. И последняя, Малоорловка, это район Дебальцевского котла. Поэтому я озвучил те населенные пункты, привязки, откуда вывозились. Это Тельмана, Донецк, Горловка и Дебальцево. По поводу сколько единиц, тогда вам будет неинтересно сюда приходить. В любом случае, сколько бы их ни было, они будут выведены. Цифры мы будем озвучивать. Миссия ОБСЕ будет мониторить эти сектора, как мы их называем, которые разбиты, и проверять, обманываем мы их или нет. На данный момент даже украинская сторона не готова отводить, как вы слышали, тяжелое вооружение. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика приняли решение продолжить отвод тяжелого вооружения по тому графику, который был согласован, в том числе и с украинской стороной. Что будет происходить послезавтра, мне трудно сказать, потому что ситуация может поменяться кардинально. Чтобы, как вот сегодня получилось, более-менее сложная работа, и вы долго не ждали, завтра с утра мы выясним по времени, потому что самоходная установка это все-таки не Д-30, который тянет грузовой автомобиль. Они идут очень медленно. Мы выясним, во сколько они будут уходить, и тогда вам сообщим, куда вы можете прибыть, и это увидите. Может даже будет получаться, они будут выходить из позиции. Может даже это быть. Я не отрицаю. То, что вам бы интересно было увидеть. Пока решение по этому поводу не принято было, но в любом случае это может быть очень близко от тех мест, где они базировались. Поэтому приготовьтесь к тому, что нужно будет сделать большой километраж. И по поводу аэропорта. Если будет письмо от украинской стороны, подтверждающий факт того, что они согласны не вести обстрел территории аэропорта, значит завтра будут проводиться мероприятия по извлечению героев, как я уже говорил, Украины. Скажите, пожалуйста, как насчет брифинга? Будет завтра, не будет? Если будет, то на сколько? Ну, изначально планирую пока один брифинг. Если будут какие-то срочные сообщения, я постараюсь сообщить за час до него, чтобы не получилось, как сегодня. И в процессе работы все будет. Но тот один, который планируется, отвечать у вас, правильно? Спасибо вам большое за брифинг. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.